итак давайте продолжим рисовать наши планеты и изучать различные техники в прошлом видео мы нарисовали уже голубую планету и я специально делала сетку да именно окраску для того чтобы покрасив нижний слой менялся общий вид моей планеты и сейчас голубой планеты я буду делать сатурн наверное с одной из самых эффектных планет за счет своих колец и так давайте сначала разберемся со светом планеты сатурн у нас имеет некий такой песочный цвет это же так как это у нас газовый гигант состоит он тоже в общем-то из ураганов ветров и так далее поэтому здесь наши облака очень будут кстати тренируемся с цветопередачей экспериментируя и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой рисунок мне в принципе уже нравится На нем пока мы сможем и остановиться Теперь давайте свечение планеты сделаем Тоже таких желтых тонов Теперь наверное самое интересное Давайте посмотрим как мы будем делать кольца Итак, первое что необходимо сделать Это окрасить В нужный нам, скажем так, цвет Итак, давайте создадим несколько границ И придадим вам разную толщину и разный цвет Субтитры создавал DimaTorzok Примерно вот на таком результате пока месь я остановлюсь Скопируем в сторону И давайте разберем В принципе нам необходимо просто поставить их сверху Но смотрите, нам необходимо изначально искривить их в перспективе Чтобы создавалась иллюзия некого объема То есть передняя часть должна быть больше А задняя часть должна уходить в небытие Поэтому мы берем инструмент перспектива И начинаем вытягивать именно переднюю часть Ну примерно вот таким образом уже будет достаточно Скопируем вниз И давайте попробуем наложить сверху на нашу планету Теперь необходимо заднюю часть Завести именно за планету Для этого мы скопируем планету И верхнюю часть поместим под маску Это один из вариантов Как сделать именно врезанную планету в кольца Посмотрим, как это будет смотреться Нижняя часть мне не нужна Подправим точки Теперь верхнюю копию планеты мы прячем под маску Вот такой первоначальный результат у нас получается Давайте посмотрим второй момент Как сделать кольца более красивыми Так как у нас вся планета светится Конечно же кольца тоже должны у нас быть немного где-то расплывчатые Да, то есть не такие контрастные Для этого создаем еще один круг И делаем у него черно-белую границу Белые круги должны быть по краям То есть именно там, где идут сами кольца нашей планеты По камень сдавайте примерно То есть я думаю, вы уже догадались Кольца мы будем тоже прятать под маску И поэтому сейчас давайте создадим эту самую маску Создаем такой черно-белый градиент Соответственно там, где белый будет просвечивать Там, где черный будет полностью сходить на нет Создаем такой черно-белый границу Градиент необходимо поставить третий Чтобы при разбирании Когда мы будем разбирать У нас получился меж Поэтому выбираем именно третий градиент Все остальное оставляем то же самое Предварительный результат Пока мы еще убираем в сторону И разбираем У нас получился вот такой меж Теперь мы с ним проделываем то же самое, что и с кольцами То есть подгоняем его под перспективу То есть увеличиваем передний план Ну и соответственно уменьшается задний Примерно так уже будет достаточно Еще немножко вытянем И теперь берем наши кольца Подгоняем их под один размер Примерно смотрим, чтобы они совпадали И наши коричневые кольца ставим вниз А маску ставим наверх И накладываем сверху маску на кольца Получается вот такой результат Некоторые кольца получились мытые Некоторые более прозрачные Некоторые более насыщенные Получается эффект более мягкий, соответственно Итак, уменьшаем Подгоняем их по размеру В принципе можно сверху наложить еще раз маску И наложить уже просто эффект осветления Убрать прозрачность Чтобы добиться опять же некого Красивого эффекта для наших колец Чтобы они стали более Более объемные И комбинировались с нашей планетой Более объемные Как мне кажется, эти кольца уже смотрятся более мягко Давайте подгоним нашу маску В верхней части Здесь маска получается большая Более объемные Маска, получается, немного искажает цвет, хотя, в принципе, смотрится весьма неплохо. Сама планета получилась у нас ярче колец, но это можно легко поправить. Это мы скопировали кольца два раза, к верхнему слою накладываем эффект. Давайте поэкспериментируем и спрячем под маску часть колец. Итак, для того, чтобы это сделать, необходимо карандашом обвести ту часть, которая должна быть именно видимая. Соответственно, обводим все, кроме ненужного нам куска. Теперь выделяем кольца. Кольца у нас сгруппированы с планетой, надо их отделить. Берем только кольца и прячем их под маску. Теперь тоже получается ненужный нам кусок вырезан. Но, так как маска у нас достаточно грубо сделана, то видны такие некрасивые зазубрины. Для этого мы заходим в маску и, скажем так, более гладко поправляем точки. Чтобы кольца у нас более плавно заходили за планету. Также, чтобы переход был более мягкий, в местах, где кольца уходят за планету, я наложу черный цвет. То есть, в этих местах маска будет, скажем так, сами кольца будут исчезать. Создавая такой мягкий эффект. Темными необходимо сделать только сами-сами кончики, только самые-самые края, куда уходят кольца. Все остальное должно быть белым. Давайте, как будет с таким результатом. В принципе, да, такой результат уже смотрится более мягко. То есть, кольца исчезают, то есть, становятся более прозрачными. Создается иллюзия, что они уходят за планету. Теперь можно уже отредактировать конечный цвет нашей планеты, чтобы он совпадал с кольцами. Академия, хотят плачу по-другому! Снимает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так мне уже в принципе нравится и это уже похоже на гармонию между планетой и кольцами Вот в общем-то и все, наш урок подходит к концу Мы закончили Сатурн А в следующем видео мы нарисуем нашу голубую планету под названием Земля Всем спасибо за просмотр и всем пока!